Шахматы Эти слова из одной советской картины словно писались под Николая Маркова. Уж больно четко они определяют саму суть, философию этого человека. Марков всю жизнь стремился быть сильнее, быть совершеннее, быть примером. Пусть этот пример не всегда правильный, но зато всегда по совести. Я по натуре, понимаете, очень жесткий человек, очень грубый, ну, меру грубую я имею в виду, а в хоккее я любил драться. Там сплошная борьба, вы же знаете, что такое хоккей. Толчки, удары, и мордобойство было в свое время, поэтому я как-то воспринимал это лучше, чем футбол. Позже об этой неуступчивости и стремлении к борьбе узнает весь Союз. Марков на протяжении своей футбольной карьеры защищал честь нашей команды, большую ее часть с капитанской повязкой на рукаве. У него были десятки предложений со всей страны. Маркова хотели видеть все те, у кого были проблемы с защитой. Но то ли от большой любви к команде, то ли из-за родного города, Николай Иванович остался верен Рубину и Казани навсегда. Но этой красивой истории могло бы и не быть. Ведь в начале своей спортивной карьеры специалисты видели в нем талантливого хоккейного вратаря. Знаете, какая-то перспектива была в хоккее. И, видать, этот тренер вот тоже сыграл роль. Он говорит, давай все-таки ты в хоккей займись в первую очередь. А футбол получится, не получится. И все, я ударился. А в хоккей начал вратарем. Маленький этот красный мяч, русский хоккей. В то время хоккей-шайбы не было в Казани. Только русский занимали. И все, меня заметили. Позже по линии военкомата 19-летний Николай поедет играть в Петрозаводскую хоккейную команду «Дом офицеров», которая на тот момент выступала в высшем дивизионе. Именно там с ним произойдет забавный случай, который кардинально изменит его жизнь. Первый спартакиад народ в СССР. Создается команда в Петрозаводске футбольная. В эту команду вдруг меня берут ни с того, ни с сего. Даже я не знаю, по какой причине. Ну, играл я там немножко так, в коробках, там прочь, футбол. И там тренер один заметил, говорит, слушай, давай футбол, мы тебя заявим, поедешь с нами на спартакиаду. Я говорю, да. Все. Заявил, поставил состав, я стал играть левого защитника. После спартакиады Марков, как и многие спортсмены того времени, становится универсальным бойцом. Летом он играет в футбол, зимой в хоккей. Но именно в этот период в советском хоккее происходит революция. На смену русскому приходит канадский хоккей с шайбой. И для Маркова этот переворот открывает новые горизонты. Начинается хоккей с шайбой культивироваться в этот период. Переход с русского хоккея на шайбу. Везде это. И в Казани также решался вопрос. И у меня опять пошло. Уже не вратарем, а игроком. Я взял клюшку. И, оказывается, это и в хоккей я стал играть хорошо. И все. Меня, приезжая в Казань, меня тут на расхват все команды. Каждый день приходят, каждый день упрашивают. Николай, давай к нам, давай к нам. Четыре команды. И вот я выбираю, значит, это, крылья советов эту команду. Казанские крылья сразу дают Маркову собственную квартиру в новом доме. Таких привилегий даже по тем временам удостаивались лишь единицы. Подходит 1958 год. Николай показывает себя как сильный, трудолюбивый хоккеист. Добивается определенных успехов на льду. И именно в этот год происходит, как оказалось позже, его судьбоносное знакомство с Николаем Сентябрёвым. И вдруг в 1958 году Сентябрёв приезжает в Казань. Его приглашают в Рубин, в Искру. Уже команда стала не крыльца, а искра. Его пригласили. Он приехал. А ему нравились здоровые игроки. Он сам здоровый был мужчина, такой мощный. И он, когда меня увидел на хоккее, я играю в хоккей, а они уже начали тренироваться уже в футбол. А я в хоккей играю до февраля, до марта. Он, когда меня увидел, говорит, слушай, а ты в футбол не играл? Я говорю, да, играл. Я говорю, Петрозаводский, вот там-то, там-то. Он, о, давай мы тебя на сборы возьмем. С нами поедешь на сборы на футбольные? Я говорю, поеду. Взял меня на сборы в Тирасполь, в Молдавию. Мы приехали туда. У меня шансов не было никаких. Там состав уже был укомплектован весь, абсолютно, полностью. Но играем товарищескую игру. По-моему, мы играли с Украиной. И вдруг левый защитник там выходит из строя у нас. И Сентябрёв говорит, давай, Марков, выходи. Я оделся, вышел. Все, ему понравилось прямо с первого раза. И все, больше я уже места свое никому не давал на протяжении 11 лет. С тех пор футбол и хоккей спрелись в судьбе нашего героя в еще более тугой узелок. Но футбол отныне вышел из тени. Начал занимать главную позицию в жизни Николая Маркова. Будущего столпа обороны Казанского Рубина. Ну, а хоккей играл еще пять лет. Одновременно, да. Ну, все время вот травмы, шрамы. Сентябрёв, давай заканчивай, пока тебя там не изуродуют. И уговорил, я бросил. Пять лет играл. Ну, старожил, знает, вот некоторые помнят даже. Вот останавливают. Говорят, о, ты же в хоккей играл. Я говорю, да. Мы тебя помним, говорит. Ну, уже люди старые, конечно. Сентябрёв видел в Маркове своего главного помощника, который воплощал задумки тренера на поле. В 60-е одной из самых популярных игровых схем в мире была 3-2-5, или как ее еще называли, дубль В. В этом расположении на игровой площадке крайние защитники выполняли двойную нагрузку. Помимо своих непосредственных обязанностей, дефендеры должны были активно подключаться вперед и работать так называемой второй волной атаки. Марков в этом преуспел. Играя левым защитником, он наколотил аж 22 мяча. Согласитесь, таким результатом может похвастаться не каждый. В защите перехватывает мяч, он из-за ребят, ротом, чай, открыт. Правда, позже эта схема сыграет плохую шутку с Николаем Ивановичем, и именно с этой схемой закончится эпоха Сентябрёва в Рубине. Я сказал Николаю Ивановичу, я говорю, Николай Иванович, надо что-то нам это перестраивать в футболе, потому что нельзя так в футбол играть. А он был такой мужик, говорит, да, какая перестройка, вроде, я знаю, что делаю. Я говорю, мы вылететь можем, Николай Иванович, мы вылетаем. Он, нет, футбол не умрёт, ничего не будет. Я говорю, ну как хотите. И всё, я заявление написал, ушёл в августе месяце. Они в октябре вылетели. Но всё это будет позже, а пока я предлагаю вам погрузиться в 20 августа 61-го года. Тем летним московским вечером Казанская Искра сыграла один из ярчайших матчей в своей истории. Фотографии, а тем более видеоматериалов того матча не сохранилось. Но память о той встрече Динамо и Искры будут жить вечно. Состав у них был очень сильно. Яшин стоял в воротах, да, и полкоманды сборники были, сборная Союза там играли, Численко там прочее полно, Царёв там играл. И мы с ними сыграли первый день 0-0. И могли обыграть их, могли обыграть. Амир Михайлович у нас вышел один на один с Яшиным. Яшин выбежал из ворот вон за штрафную. Амир с ним один на один. Амир вот так перебрасывает его ногами, мяч через него. И мяч падает вот за верхнюю штангу и на сетке остается вот так. Была последняя минута уже. Если бы забили, все, Динамо вылетало уже. Ответная встреча состоялась на следующий день, также в Москве. Динамовцы выставили свежий состав и за счет глубины скамейки обыграли казанскую команду. Но несмотря на поражение, уже тогда весь Советский Союз заговорил о молодой команде из глубинки, которая едва не выбила Яшина и компанию из розыгрыша Кубка. Спустя полвека Марков вспоминает о своей карьере с воодушевлением и легкой грустью. В общей сложности Николай Марков отдал родному клубу 24 года своей жизни. 11 как игрок и еще 13 отработав начальником команды. По имя своего коллектива он стремился стать сильнее, стать совершеннее. Сейчас ему 77. За годы своей жизни, кажется, он видел и пережил все. В его судьбе были и черные, и белые полосы. Но главный цвет его жизни навсегда будет рубиновым. Ого, все, ровно, начал, начал немножко. Мы именно так играли, передавали сначала, потом квадратики, а потом уже двухсторонняя игра была. О, блях!